ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Находят полезные моменты и радуются этому снегу, как дети. То есть выезжают, накричают их на лыжах, на сноубордах. И уходят. Лично я как-то даже кайфанул. Не экстремалом в цеми выходного? Ну, вы знаете, у меня был экстрем буквально пару дней, когда меня скапали машину, и потом эту машину поднимала два человека, и вместе меня сидячем в машине выносили из угроба. Это было, конечно, очень экстремально. Потому что я переезжал на себя, как ребята, на тебе руки не шепнули. Там просто было 20 солдатиков. Вот. И они взяли машину, и просто мне минусы. И Руслана катали по месту. Я, по-русски, знала твою фотку в Инстаграме. Вот, поглянь, как ты, как твою машину закидала снигом. Это около моего подъезда. Это все мои машины. Раз, два, три, четыре. Так, весь мой маленький автопарк, который на разе заснижен. Но я думаю, что за несколько дней этот сниг зайдет, и я смогу покататься на них всех. Но сегодня, смотря на заторы, вы сегодня вчасно у нас приезжали. На чем вы доезжали? Приехали на машине. Просто мы приезжали за два часа до того, как вы нас приезжали. Какие пунктуальные гости у меня сегодня. Но я знаю, что нещодавно, буквально, вы повернулись из лета, потому что вы снимали свое новое видео в Египте. Да, мы были в Египте, в пустыне Сахара, снимали клип на песне «Кристолы», который, собственно говоря, на вашем канале этот клип. Честно говоря, когда мы только величину из Киева, была очень жахливая погода, мокро, мокрий сниг, а приезжаем туда, там такое горячее солнце. И просто, честно говоря, хотелось оставаться там и пожить хотя бы трех лет. Давайте подумаем, что из этого всего вышло прямо сейчас, а потом поговорим про клип. Иди сегодня в Гутен Морген. И мы уже начали делиться вражениями про Египет, про съемки. Давайте это все расскажем нашему глядачу. Честно говоря, напевно, не вистачит в этой программе, если рассказывать о всех деталях. Но мы скажем так коротко. Начнемо с того, что было очень тяжело отримать дозвіл на съемки самого клипа, потому что у них там все очень серьезно, особенно, в зависимости от политических ситуаций, которые там проходят. Вы снимали сам в лютом. Если вы все в курсе, то там как раз произошел этот переворот. Съемки были все в роли. Мы приехали туда, нас сразу предупредили, что в стране ситуация неспокойная, поэтому будьте очень аккуратны, не встревайте ни в какие-то стычки. Если есть какие-то там, допустим, разбираться с кем-то, лучше вообще не подходите, просто проходите мимо. Ну, в общем, держитесь группами. Ну, то есть, вот такие были указания. Конечно, видя людей с автоматами и в этих вот, ну, как это называется, блокпосты, да, было так немножко, ну, стрельновато, скажем так, да. Вот плюс у нас самая была большая проблема, это с разрешением на съемки клипа, потому что у них пустыня – это святое место, и подумали, что мы почему-то приехали снимать порнофильм. Вот. У нас заставили написать на арабском языке сценарий, предоставить департамент полиции. Вау, кто прокладал сценарий? Ну, у нас были гиды, они нам помогли в этом вопросе. Кстати, мы отдельное спасибо, потому что у нас там деньги хотели очень большие за то, чтобы... Ну, то есть, положились мы, конечно, в копеечку, но не в ту, которую мы изначально называли. Слава Богу. Да, до речи, для того, чтобы просто взяти в аренду великий джип водяя, который ориентуется в пустыне, в селости, и гида, который тоже контактует с водяем, потому что водяи там на российской не разговаривают. Нам сначала загнули такую сумму, что мы тут могли бы жить месяц все вместе, и просто вот так, каждого дня гулять, пить в другую ресторану. Честно, у меня уже было желание просто собираться и ехать домой. Ну, варианты у него, потому что уже были... Виманю, виманю. Але Вика, я думаю, врятувала ситуацию, когда показала свою шикарную волосу. Тебе там довкрали, какие-то бедуины, шейхи. Хотели, хотели, насправді, потому что у нас были там съемки, там, где я снималась, вы бачили, там на таком билом, красивом, біла тканина. И когда я там еду на снимательный майданчик, то кто-то туда лягал, и гид, как я видел, что я там лежу в купальнику, он просто почав молиться, почав кому-то телефоновать, что это таке делается, быстро, и там швидко нужно... Хорошо, я сейчас закончу медицину. Швидко нужно, так, оттягнуть, потому что не дозволено. Не дозволено, чтобы девчина в купальнику была в пустыне, там, какие-то съемки были. Как священное место, и, ну, какими-то усилями мы все разом, гида, переконали, что это просто такая сценка, тривая очень недолго, там, не открываются частины тела, просто, ну, кусочек животику, плечи и ничего больше. То он как-то заспокоился, но просто постелил себе такой небольшой килимочок и начал бить поклоны и молиться. Ну, что были такие моменты, допустим, у нас был первый сегодняшний день, были какие-то взрывы. В Каире. Нет, в пустыне. В пустыне. Да. А у нас... А так как у нас была форма военная, а мы очень сильно переживали, что нас там бедуины вообще не поснимали. То есть когда-то, допустим, решили, ребята, уходим там где-то метров на 200 с моментальной локации, то мы все разомошли, я говорю, сейчас нас с тобой встретят. Это было смешно. Нас кормили бедуины, кормили очень вкусно, но в еде был песок, и у нас это тоже немножко так смущало. А ты с ними просто... Плюс у нас была история с мальчиком в одной из семей, там была большая семья, и в этой семье был маленький мальчик, Ашин, ну, три годика, в общем. И так получилось, что я принял решение, ну, присылал нам показать этого ребенка. У нас был знакомый врач, в кургоде Ирина, с которым мы познакомились, когда летели. И этого ребенка, ну, мы оказали медицинскую помощь. Я знаю, что ты навіть подумал в его усыновиду, это правда? Да, ну, не то, что я до сих пор об этом думаю, потому что, ну, мне захотелось вот такого медсиночка. Почему бы и нет? Там большая семья, там 15 детей, и в тех условиях, в которых они живут, конечно, это ужасно. Объецай, если ты это сделаешь, то обовязково с ним прийдешь сюда, до студии. Объязательно. Я до сих пор общаюсь с Ириной по скайпу, и она мне говорит, что уже нормально, ошибочно. Уже бегает и радуется жизни. Молодець. Давайте про приемную. Я, насправді, вас не просто так себе запросила. Я знаю, что одна из тех групп, яка допоможет мою нарештю выкликать весну. Знаешь, мы сегодня подготовили настолько весело и позитивную песню, что, я думаю, после того, как мы ее сыграем, придет не только весна, а сразу лето. Я тебе скажу, что вообще, когда мы приходим на любые эфиры, когда у нас какие-то концерты, всегда нам сопутствует солнце. Это правда. Сегодня, это не исключение. Это сегодня солнце. Группа Индии, группа Праздник, сегодня дарим вам солнечную веснянку. Праздни веснянку. Бутербурган. Праздник, сегодня дарим вам солнце. Не esa весна, мы сенавесна. А что ж ты нам принесла? Сарым папам по киочку, а дёнчатам по виночку. Орест, Вика, Таруслан. Это гурт Индии. И я надеюсь, что сейчас у нас снова будет солнце. Спасибо вам большое, что вы до нас пришли. До меня пришли. До нас пришли. У Гутен Морген. Я желаю вам хорошего дня и обязательно с свежими новыми видео приходите только для меня. А вам лето каждого вечера, каждого вечера, каждого дня. Спасибо вам большое. Класс. Спасибо. Лише позитив, лише хорошая музыка. Далее у Гутен Морген. Залишайся со мной и твой хороший день гарантовано.